Всем здорова, ребятки! Я сейчас стою на фоне прекраснейшего просто ковра, да, я тут нашел в старом доме, сейчас покажу старые мои артефакты. В общем, это диски, картриджи, журналы, которые когда-то были очень круты для меня в детстве и представляли настоящие ценности. Записывать буду в полевых условиях, так как микрофон у меня вот петелька, но он записывается от телефона непосредственно с экшн-камеры. Я писать, наверное, не буду звука, в плане того, что она очень скоро сядет, и если я подключу микрофон, и она сядет, придется на постоянную подзарядку ее ставить, и в общем, технические тонкости в этом есть. В общем, на случай того, если это видео когда-нибудь все-таки выйдет. Так, что, поехали, ребятки! Здесь, конечно, грязненько, ничего не скажу свое оправдание. Старые какие-то эти системники здесь остались, и вот то, что я недавно увидел, и сейчас мы на все это будем смотреть. Но это еще не все, давайте пройдем в другую комнату немножко. Здесь остались книги и журнальчики с игроманией прочь, сейчас мы на это все дело посмотрим. Итак, вот все в таком формате будет. Надеюсь, все попадет в кадр, я вроде бы постарался все настроить, но снимать одному все это тяжело. Так, начнем с чего мы начнем? Начнем вот с таких вот простых вещей, как дневник старый, классический. Я не знаю, я еще застал, по-моему, в то время, когда такие дневники были. Сильвестр Сталлоне, если кто не узнал, самый, по-моему, многострадальный дневник, потому что я его несколько раз, я его швырял куда-то, при этом он здесь порвался, его пришлось клеить. Вот тут даже, по-моему, фамилии не осталось, но слезы, слезы Сильвестр Сталлоне остались. Кто-то мне подрисовал в детстве. Ягуар Тачкиника не любил, по-моему, мне вот просто мамка купила, поэтому ходил с этим. Я редко дневники выбирал, не парил вообще с чем, Брэд Питт еще есть. Дальше, так как мы к бумажным вещам перешли, да, ну давайте, я, наверное, еще книжечку покажу, такую вот книжечку. Черепашки, ниндии и карликон. Блин, великолепные книги про черепах раньше были, это было, ну вот, просто на уровне. А потом я смотрел фильм, который, по-моему, назывался «Лепрекон», да, там было все то же самое. Вот то же самое, только без черепах. Я не знаю, кто этого пускал. То есть, брали, по сути, какой-то готовый материал, добавили туда черепашек. Слушайте, повесть-сказка, да? Слушайте, я со второго, наверное, этого сюда занесу. Черепашки, ниндии и карликон, повесть-сказка, художник Кентков, Жуков, литература. 1998 год, между прочим. В сериале книг о черепашках, ниндии рассказывается об удивительных приключениях знаменитых у диспекционных героев. Пф, муха, отстань. Не летай на мне, муха. Это достаточно странно. Так, собственно, я так и не понял автора. То есть, как бы, здесь написано, нельзя оформление, художник написан. А вот конкретно автора, автора тут нету. Слушайте, а как это так? Блин, такие пожелтевшие странички. Жаль, я запах не чую. Вот, но прям воспоминания подскажут, что запах страницы, так, знаете, с плеснем. Приятненько. Так, книги. Вот, еще одна прекрасная вещь. Раз уж мы ее взяли, мы, наверное, тогда переместимся к моментам именно Дэнди Сек. Вот такая вот книжка, 52 игры, 52 игры. В общем, здесь, Адамс Аутзади, короче, подчеркивались те игры, которые, ну, типа, я прошел. Вот еще брата, это вот эта вот наклейка неродная. Рекомендация, коды игры. Смотрите, тут Сега, 52 игры. Сборник видео. О, какая она ветхая, господи. 96-й год, что вы хотели? Вот, Адамс Фэмили, смотрите, кому надо, прохождение. В длинной галереи, в пасть одного из медведев, обнаруживается жизнь. Прекрасно. А в один... Ой, я тут еще помню, был Mortal Kombat. Но Mortal Kombat был третий. У всех тогда был Ultimate, как раз-таки, Mortal Kombat, да? Но здесь были прописаны... Вот она. На третью, по-моему, часть. Да, Mortal Kombat 3, как раз, 95-й год. Наверное, Ultimate тогда еще не вышло, я не помню. А в ком вышел Ultimate, наверное, через год, что ли? Возможность драться... Смог без таблицы, господи, Смог. Long Granade, высокий бросок гранаты, short granate, низкий бросок гранаты. Button Throw удар дубинкой. Button 3 подсечка дубинкой. Господи, это великолепно просто было. Мне еще нравилась вот эта вот кнопочка. Я не знал, что она значит. То есть, ну, где-то было определение вот это. Удар рукой вниз. То есть, вот это удар рукой вниз. Я не знаю, почему нельзя было написать, допустим, A, B, C и так далее. Ну, видно. Какой-то свой такой. Криптограмма своя здесь была. Sindel, Kana. В общем, прекрасная вещь. Silvestre Tweet. Блин, Zero Tolerance, Warlock. Блин, и оторванная книжечка. К сожалению, это то, что как раз-таки я прошел. Adams Family была. Aladdin я проходил. Bob играл, но не прошел. Видите, она обведенная, короче, но не закрашенная. Bals тоже я прошел. Всех бойцов. Bloodshot проходил. Boogerman проходил. Boogsix проходил. Comic Zone проходил. Demolition Man, Разрушитель. Играл, но не прошел. Duna 2 проходил. О, серьезно? Сам вот этого не помню. Мне кажется, я... А что это за палочки? Это сомнительно. Типа прошел, да мистюша считалось. Ничего не могу сказать. Червяк Джим. Эко. Дельфин. Не помню. Но, может быть, вторую проходил даже. FIFA Soccer. Наверное, карьер прошел. Хрен его знает, слушайте. Gunstar не играл. Dreads June Strike. Jurassic Park. Jurassic Park 2. И вот, наверное, да, вторая страничка такая очень ветхая. Очень. Рыбаков в Терминатор не сыграл. Потом уже в будущем на ПК только. Сильвестр и Твити. Zool Ninja and Dimension. Все время я интересовал, что это за игра. По-моему, до сих пор я не глянул, что это за игра. Так. Далее смотрим. Вот такая вот вещь. Это самый, по-моему, ветхий. Там должны быть остальные журналы. Они будут прям посвежее. Но вот это вот, это, короче, прям, он ветхий-ветхий. Его уже тут скотчем подклеивали. Но тоже прекрасная вещь. Блин, у странички, в эту камеру покажу, тоже такие прям ветхие. И прям бумага такая, знаете, которая, мне кажется, какая-то впервые экологически создана в России бумага, которая разлагается со временем, потому что он просто лежал. Но вот такой чувствует, что страница сейчас рассыпется. Так, давайте побольше мы кадр возьмем с этой камеры. Дэнди, новая реальность, все был дабл... Нет, Великий Дракон был. Вот тут Кинг-Конг, девочка читает. Ну, блин, такие классные журналы были. Вот какой-нибудь там Google Интернет, это сейчас пипец как не то вообще, да, согласитесь? Вот абсолютно не то. Читаешь страничку, вот у тебя прям вот подсказочка есть. Никакого видео прохождения, нихрена. У тебя есть картинка, вот рев, прыжок у тебя есть, кувырки, все на этом. Все, а что ты хотел? А как их делать? Ты хрен его знает, слушай. И мне нравились карты уровня, это просто было божественно. Вот где ты на страусе бежишь, этот Королев, это прям шикарная штука была. Мне очень нравились эти раскладки, длинные. Когда весь уровень тебе виден, ты прям просматриваешь. Даже когда ты в игру не играешь, ты представляешь, пальцем ведешь, и типа, вот я Симба, я такой пык-пык-пык-пык пропрыгал вообще. Классная вещь, классная вещь. Блин, шикарно, шикарно. Знаете, вот вообще бы все забрал назад бы в Питер, но такое чувство, что, блин, не довезу. Ну, Доктейлс 2, там подсказки были, вот нет проблем, коды были постоянно. Мне нравились картинки вот этих игр, но они были на Супер Нинтендо, а Супер Нинтендо никогда у меня и не было, и в жизни я эту приставку не видел. Классные вещи, классные. Я сейчас попробую еще поискать, но я сомневаюсь, по-моему, здесь, нет, тут дальше пошла, и что такое? Договор с предприятием, прихожди, не придусь на практику. А, ну я тебя практику отрабатывал, короче. Показывать не буду, никому нафиг не интересно. Ну, хотя бы, может, еще одну. Наверное, докопаем, слушайте, в самом низу лежат. Журналы, журналы, вот. Я сейчас отложу чуть-чуть журналы, слушайте. Это же вот так вот, наверное, буду снимать. Видно же будет, да? Хеллгейт Лондон, а наш Диабл, давайте тоже отложим. Картинки просто полистаем. Гаромания 1007, Ведьмак. О, как раз таки Ведьмак, тоже сейчас посмотрим. Ой, тихо, 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 тихо. А вот, нет, это тоже Дэнди Новая Реальность. Тоже так отдаленно покажем. Как раз таки Красавица и Чудовище здесь тоже затертый, но очень крепкий. И сзади все время, ну или сзади, где-нибудь попадал Зельда. Ни разу в жизни в эту Зельду не играл, но он очень часто фигурил в журналах. Так, давайте, наверное, отдельно мы сложим этот журнал. Так, самый первый журнал. Ну вот, парочку посмотрим журнальщиков. И мы как бы много смотреть. О, ну и с Готикой, господи, с Готикой, блин. Half-Life, вот этот вот. О-о-о. Отдельно, наверное, потом поговорим вот об этом. Сюда положим. Так, ну и ПК-игры. Давайте начнем вот с этого. Купил по ошибке, на самом деле. Ничего не имею против журнала ПК-игры. Все время покупал за 150, по-моему, журнал, короче, игромания. И тут ларьке лежит за 120 рублей, собственно говоря, журнал. Я такой, о-о-о, берем с играми. Потом покупаю. А это ПК-игры. А там не было видно. То есть там вот, где ПК-игры, там было наклеено, типа, этот, журналы. То есть большая такая полоска белого журнала. Я такой, блин, беру, короче, дешево, там все. Взял это. Ну, в принципе, в принципе, да. Не пожалел, но игромания я как-то больше любил. Ой, санитары подземелья есть. Господи, блин. Я помню, такие классные сужить игры, которые были на картинках. И я не знаю, вышли ли они. Вот, биошок был. Вот. Но было круто. Вот, Postal еще про Уви Болл, который снял единственный, наверное, первый и последний удачный его фильм. По, как раз таки, играм. Вот с чего, наверное, началось знакомство вообще с играми. Это не мой журнал. Это журнал, который я, как это раньше было, затер. Была такая, типа, фраза. Затереть диск, затереть карточку. Что это взять и как бы мусолить, мусолить человек. Говорит, что я ему там отдам. На самом деле ты мне хрена не отдаешь. Вот так вот затерся у меня журнал Игра Омани. 2005 год. Это вот с него началось, когда я первый раз взял почитать у чувака журнал. Вот. Если я не ошибаюсь, слушайте. Если я не ошибаюсь, но это журнал не мой. Это не мой журнал. Вот я его затер. Возможно, не с него началось. Мы сейчас посмотрим год. Просто я помню, какой журнал я купил первый. Half-Life тогда еще. Финальный отчет по сталкеру шоу. Обитель тьмы. Блин, вот сейчас реально все ради интереса смотреть все игры, которые здесь есть. И потом вышли они. То есть здесь и качество картинки совершенно иное. Что вот ты Doom смотришь. Что вот, к примеру, Warhammer, Dawn of War. Это все, блин, другое. Когда они вышли, там и графика была лучше. Или наоборот на некоторых картинках поинтереснее было. Моды, я помню, были. То есть на диске постоянно поставлялось два диска. И на одном из них находились моды. К различным играм. Модификация магия войны, замерленной тьмы. Это даже на картинке, слушайте, выглядело ужасно. То есть он настолько низкополигональный, блядь, что... Ой, блин. Зато вот кубики разлетаются классно, да. Орки не знают, что за игра магия войны, магия войны. Никогда о ней не слышал больше. Так, что-то я хотел посмотреть. Здесь вот горячие линии железа. Типа, задавали вопросы типам. Если, допустим, винчестер у меня хрустит, что делать. Он давал такие советы, короче, вот. И прочее, прочее, прочее. Как тут что-то запустить? Почему что-то глючит? Он давал команду. Ну, прикольно. Опять же, была страничка, как можно собрать комп. Вот тогда давайте посмотрим. Я видел тебя во сне. Рубрика, где самый, по-моему, дорогой комп, да, собирался. Процессор интерпенциум 4, неплохо. 560, 3,6 ГГц, ТРПР, материнская плата, несут. 2 по 512 мегабайт. И стоило это 250 рублей. Господи, блядь, сейчас бы вот местные цены прикинуть на нынешние топовые какие-нибудь компы. Было бы неплохо, конечно, блин. Но так задуматься, гигабайт оперативки. Тогда это было неимоверно круто, господи. 2005 год, да? Оптический привод, кому он сейчас нужен. Видеоплата. RX 800 XT на 256 гигабайт. У меня на то время была GeForce MX 440 на 128. И даже шейдеров 2.0 там не было. Звуковой шнур. В смысле звуковой шнур? А, это цена в UE. Господи, это сейчас в UE, это доллары, да? А в рублях? Погодите, они же писали в рублях. Потом, по-моему... Ой, ну ладно, ладно, ладно. Мышь, клавиатура, монитор, сон, 17 дюймов. 17 дюймов. Ты только послушай. Дисковод, блядь, дисковод. Дисковод. Сейчас кто-нибудь, помню, что дисковод пользовался? Я помню, картриджи были. Я туда... Игра дурак поместилась. И картинка, по-моему... Я с этим приходил на этот... На уроки информатики и перекидал файлики. Один раз, по-моему, я умудрился притащить карту... Карту, карту, карту... По-моему, даже не на Counter-Strike 1.5, которая там была. А, по-моему, на Half-Life Deathmatch, мне кажется, я притаскивал. Чуть ли не с игроманишу взял тоже. Притащил на картриджи, весил. А она тогда очень мало. И была, ну, просто там... Комната, две стенки, по-моему, перестрелка. Всё, вот мясорубка очень маленькая была штучка. А вот нереальный кармагеддон. То есть, как здесь модифицировать игры? Залазите, значит, в файлы игры, что-то делаете. А на диске ещё были эти... Программки, которые помогали вам это делать. Вот я помню, здесь где-то я впервые увидел... Игру Gears of War. Здесь вот. И там было написано, прям чётко помню... Чтобы обработать там одного из боссов, который там огромный, такой чувак с пушками, потребовалась там мощь каких-то, я не знаю, пяти компов там на какой-то там ядерной энергии и прочее. Ну, я не буду дословно говорить, я не помню. Но что-то такое было, короче. То есть, тогда мощей не хватало. То есть, вот они сделали, и там количество полигомов было очень огромное. Муха, отстань, ты не снимаешься, блин. А потом ты такой смотришь, выходит Gears of War. Ты такой, блин, погоди, я же по нему читал. Ну, ради интереса... Я не знаю, вряд ли я найду. Я не помню, в каком журнале. Как Sims модифицировать. Карты были от Desmatch. Как раз-таки карты выкладывались. Какие игры игрались. Тактика игрок. Тактика игры, она написана на бумажке, господи. Ну и вот, шик, шик, слушайте, заказ мелодии просто. Стоило это, по-моему, от 30 рублей, если я не ошибаюсь. То есть, вы отправите смс, к вам приходит какая-то шляпа, которая сейчас... Я не знаю, сейчас кто-нибудь по блютусу музыку передает вообще. Дед, раньше же передавали, делились. Кодекс. Ну, суперсемейка. Тут всякие пароли, коды, ну и прочие штуки. Ладно, что-то мы долго на одном журнале. Это вот как раз-таки не мой журнал. Это был затертый, украденный. Готика. Готика 3, в которой был, значит, ролик на диске шел с альфа-версии, по-моему, игры. Я тогда... Я всех задолбал. Мне кажется, он до сих пор где-то там на какой-то флешке лежит. Потому что... Ну, я всем ее показал. Отстань, муха. Всем показал. Такая шикарная. Там еще главный герой был хвостик. Он сидел, курочку жарил и в конце кастовал огненный дождь. Круто был. Вот. А тогда еще только, по-моему, выходит «Набитель зла», по-моему, да? Третий. Вот как раз-таки про Gears of War. Не знаю. А какой год, собственно говоря? Если Готика 2006, наверное. Кто видит год? Скажите, пожалуйста. Я год не вижу. А где год? Декабрь 2006, наконец-то, нашел. Это значит, что Готика уже вышла, да? И, скорее всего, она здесь будет. Сейчас только на ней остановимся тогда. Как же на Готике не остановиться? Грех. Просто я бы вам сказал. Где оглавление? Г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г-г? Так. Все ищем Готику. Быстро, срочно. Где-то я уже видел. Готика 3. И на 20, на 76, и на 123 Скорее всего, 123, слушайте Будет А страницы где написаны? А, снизу, да? Как раз-таки первый журнал, когда Игромонета расширилась 123 Так, 120 Спасибо за упоминание готики Давайте еще раз Neverwinter Вот она, рейтинг 8 Серьезно, даже я 8 не дал Ой, блин И это тогда было круто Ну, картинки были шикарные Они не передавали, конечно, геймплей И всю дерьмовую ситуацию И тогда Самая ожидаемая ролевая игра этого года Которая могла бы обставить Oblivion по всем пунктам Если бы не вышел настолько сырой Если уже купили или только собирались купить готику В следующий месяц готовится к частичкам Глобального общеевропейского бета-теста Согласен, абсолютно согласен Слишком рано и жаль Жаль Вот она, вот она 2005 год Это ознаменалось еще тем, что я, по-моему, получил тогда паспорт И мы пошли тогда И купили мне как в подарок Игроманию Пошли с горды Я только зашел в игроманию Покупай День запомнится Запомнил день Получил я паспорт в 2005 году в марте Вообще На всю жизнь Псиопс Как раз таки World of Warcraft и World of Warcraft 2 Картиночка Вот тогда я, по-моему, увидел первый раз в Warcraft И так захотел сыграть Я тогда не понимал, что такое MMORPG Но, в принципе, RPG и Fantasy мне нравились Само собой Это после Готика Как такое может не понравиться Вот И тогда я прям захотел поиграть Но я не понимал, что нужен интернет и прочее А тогда писалось, что Для игры 64, по-моему, килобайт в секунду было достаточно То есть вот это вот Пи-пи Соединение зашло Телефон занят Вот этот, короче, модемчик Мог игру тянуть Ну, ладно Психотоксик врода ада Вот Корову, у которой стволы торчат Поиграйте потом, ребята Восточный фронт По-моему, вот как раз таки Разработка нашей отечественной игры От Бурут СТ Издать в России буквы По-моему, игра зачетная, на самом деле Восточный фронт Там еще выходила Восточный фронт Крах Анненерби И было круто А вот еще Ксенус был Ксенус, блин, тогда Что-то шикарным казалось Мне не особо понравилось Потому что Такая глючная она была Такая прям тормознутая И Там надо было долго бегать Там не было Такси где-нибудь в лесу-то застряло И все И пипец на этом Так, ну ничего Не будем останавливаться Вот как раз таки Один из, наверное, бумов 2007 года Это когда выходил Крайсис Собственно говоря Это последний, наверное, раз Вот на моей памяти Когда какая-то революция В графике была Совершена Все, что потом Это как бы уже дело привычное И вообще ничему не удивлялся Никогда Компанты 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 Против терроров Ступать в наши ряды Это оно, да Это Компанты 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 Смотрите-ка Обитаем остров Карибы О, опять Карибского моря Игра неплохая Но здесь вот Здесь, по-моему Скриншот из PS2 версии А здесь такие С ПК Даже Они взяли скриншот Где стрелочка есть Блин Вот на PS2 сыграйте Как бы очень неплохо Кейн и Лич Дэдмен Крутая игра Круто О, смотри Legacy of Cain Это, походу, здесь Про напарников Которые что-то Друг друга ненавидят Или прочие Они здесь Body Movie Приятельское кино Да, короче Вдвоем где-то Усят они Hitman Это, а Это, как раз таки Игры этой студии Выходил Hitman Выходила вторая часть Freedom Fights Выходила Hitman Contract Hitman Blood Money И вот они Кейн и Линч выпустили Ну, игра неплохая Кстати, Кейн и Лич А вот и команда Conquer Ладно, давайте Ради Кейна Мы сюда заглянем Одним голоском Я уже потерял ее Поэтому не заглянем Как его? Джо Кукон, да? Звали? Я не знаю На самом деле Джо, да Джо Кукон Правильно Нандист Человек Причастный К созданию Классических Конка Квес Игр Который Также Работал Над Тибериум Wars Большой Из знаком Знает его Как Кейна Бессмертного Лидера Братства Да шо ж ты, мухи-то Проклятые Здесь, блин, а? Представляете, здесь Никто не был Просто в этом доме Сильверфау Диаблоид Который Не очень А вот Творческий путь Кейна Давайте Заценим Если вы Кейн Вы непременно Должны Убить Сталина В стиле Агента 47 Убить Брата Сета Выйти на свет Ионной пушкой Расправив руки Посмеяться над Генералом Соломоном Когда в результате Все же Окажетесь живы Лишитесь Полица И построить Ракету Которая Сделает Землю Зеленой Взять Грудастую Монтанку Заложники Получить Удар Палкой В грудь От Майкла Бина В результате Обрести Новую Совместную С Кабалом Жизнь пробирки Неплохо Слушайте Хороший Хороший Жизненный Путь Hillgate Лондон Блин Как я ждал Эту игру Вот если Кто-то Сейчас найдет Трейлер На русском Там где Они в конце Собираются Бьются Зевны Кричат За живых Это лучшая Часть Игра Потому что Сама игра Вышла Мега Хреновой На самом Деле То есть Там Достаточно Много Было Использовано Можно Так сказать Игровых Механик Которые Не сработали То есть Ты берешь Допустим Пулемет Но ты не можешь Нормально стрелять Потому что Ты не прокачан Поэтому ты не попадаешь Вообще Никуда Ни хрена Но идея Вообще Классная Была То есть Как Диабл От первого лица Третьего лица Идея хорошая Была Плюс Они хотели Выпускать Хелгейт Лондон Хелгейт Там Что-то Питер Еще Что-то Ну так Я условно Говорю Не знаю Может быть Что-то Получилось Но В итоге Игра Загнулась Арма ГТА растит Преступников Джуд Издательство Опять поссорилось С партнерами Не сомневаюсь Джуд Слава Боже У тебя Больше Нет Слишком Ты была Жадная Клава Бэйк Джерика Робокопчик Есть Здесь же Еще Left 4 Dead Dead Space Вот Наверное Dead Space Это единственный Раз Когда я Вообще Ее Видел То есть Я В нее Потом Не сыграл По-моему Хотя Может быть Какой-нибудь Демку На две минуты Играл Вот Еще Еще Одна Причина Почему Я Этот Журнал Тогда Мне так Приглянулся Метаккорд Понравился С этой Этикетки Обложки Вот Чем Крута Кодекс Войны Да Вообще Всем Единственный Wargaming Который сыграл Мне так Тащился Я с него У меня Была Демка Я Эту Демку Затер Просто До Дыр Когда Вышел В релиз У меня Аж Интерес Пропал Я Настолько Наигрался Там Было Все Три Миссии Но Их Настолько Заезжил Что Когда Вышел Оригинал Надо было Играть Я Такой Поиграл Говорю Блин Что-то Как-то На Потом Оставлю Но Потом Все-таки Сыграл Игра Классная Игра Классная Когда Нибудь Иф Онлайн Очень Долго Рекламировалась А это Как раз Такий Коллапс Игра Про Ядерную Катастрофу Где-то В Минске По-моему Если я не Ошибаюсь В итоге Она вышла И сыграла Мне не очень Подравилась Так Вот Картинка Конкретная Здесь Помню Про Магдак Писали Самые Наблюдательные Обратят Внимание Надпись Вокзал Это Киев Правда Раньше Был Макдональдс И сейчас Макдональдс Собственно Гляд Там Нет Все-таки Киев Почему-то Думал Что Минск Маленький Такий Блин Они так Сейчас Хреново Смотрятся Смотрите Просто Пентаграмм Вместо Кружочка Малополигональная Серые Какие-то Фотографии Игр Которые Типа Они есть Вообще В мире Да Про них Не хотят На большой Страницы Писать Ну просто Симулятор Отстрела Голубей К примеру Прекрасно Просто Зачем Посвещать Тебольшую Страницу Просто Картиночки Волкодав Путь Воин Ну Зря Они Не знаю Несколько Страниц Журнал Не посвятили Метал Гир Все игры По-моему Рассказываются Да И прочее 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 Советы Дмитрия Горячего Журнальчики На этом Мы Закончим Да Что Дальше Опять же Пойдем По нарастающей По годам Вот она Вот угадайте Что Ладно Давайте набор Сделаем Контр Хардкорпс Единственная По-моему Упаковка Вот такая Вот маленькая С передней Картинкой Все прекрасно Да Сбоку написано По-русски Контра А вот Сзади Сзади Да Я надеюсь Будет видно Но я сейчас Если что Я покажу На телефоне Здесь Бэтмен Блин Шикарнейшая Игра Как было Круто Что Короче В детстве Мне тут Картин Оказался Шикарная Просто Игра Одна из Лучших Просто На Сеге Абсолютно Полностью На китайском 2002 год Как это Прям Совпало Слушайте Вот Была не на английском Поэтому Все вот эти Штуки Типа Проход Там Одним путем Вторым путем Достигался Методом Тыка И Ну как бы Поначалу Я вообще Не знал Что есть Какой-то выбор Я просто Тыкал Тыкал Потом Раз Оказалось Другой Уровень Есть Прикольная Вещь Здесь Картриджи Не все Я сразу Вам скажу Я прям Это понимаю Вот поэтому Картриджу Это Упаковка От Самого Старого Картриджи Который Короче Был Самый Первый Здесь Короче Вот он Весь Заклеенный Я не знаю Вот сейчас Будет видно Наверное Весь Проклеенный Порванный Это Упаковка Из-под Самой Первой Игры Которую Обрат Пробрел Это Было Приключение Бэтмена И Робина Я помню Тоже Классная Игра Давайте Этот Откроем Здесь Нет Смотрите Ред Зона Супер 1998 Я Я не знаю Я потом Знаете Я потом Попробую Прилепить Сюда Картинки Как Они Выглядели Но На самом Деле То есть Взять Обложку Вот Так Как Все Игры Наверное Европейские Были А может США Слушайте Не знаю Вот Смотрите Как там Обложки Выглядели По картинке Вообще Непонятно Ни хрена Было То есть Даже сейчас Наверное Не видно Будет Здесь Вот Ну Не знаю Можно разобрать Что это Вертолет А здесь Летит Какой-то Вот Самолет Ну Ладно Не видно Не будем Запариваться Pitfall Ловушка Пустой По моему Диск К сожалению Все В итоге Кому-то отдали Кто-то затер Вот 105 рублей Если Вот Видно Да 105 рублей Здесь посмотрим 105 рублей Pitfall Великолепная Игра Прям Хит Просто Единственное Мне Вот Этот Корзин Все Время Мозолил Глаз Я не Помогу Что Это Потом Этот Уровень Нашел Шикарнейшая Игра Просто Ну Пустой Картридж Ушел Куда-то Диск Картридж Забыл С коробочки Вот Это Великолепная Вещь Которую Многие Хотели Получить Тогда Во дворе Потому Что Так Пиратство Мы Вообще Не Понимали То есть Как В смысле Какое-то Руководство Как-то По-другому Должны Были Выглядеть Картридж И прочее Это Всем Всем Было Плевать На Это Семиигровка Вот Так Она Выглядит Баттл Тодз На Сеги Рэмбо 3 Бэтмен Спайдер Мэн Вот Как Раз Против Кингпина Клакс Отец Любил Угру Рунарк И Шиноби Первая Часть Обратная Страна Абсолютно Такая Живут Супер Шиноби 1 Баттл Тодз Батт Спайдер Баннер Рунарк Рамбо Три Клакс Ну и Для тех Кто Понимает На Китайском Что-то Написано Картридж Этот Сохранился Собственно Горя Хрен Его Кому Отдашь Надолго Я Ни с кем По-моему Не менялся На него Даже Если Я куда-то Даже Если Договаривался Со мной Он Ну ему В приставочек Мы играли Я забирал Уходил Потому что Семь игр Семь игр Господи Где вот Такое Возьмите Горгулис Тоже Одна из Последних Перед тем Как Приставка Сега Канула В лето Наверное Был куплен Здесь еще Была такая Фишка То есть В Саратове На 250 Ну 280 Примерно Километров Вот Город Приезжаешь Туда Покупаешь Там В детском Мире Картедж Потом Приезжаешь Еще Раз С чеком Платишь Там Сколько 20 Рублей Или Я не помню Или 15 И выбираешь Любую другую Игру Всегда Были очереди Всегда И Лежало Просто Несколько Файлов А4 Со списком Тех Игр Которые Есть Вот Вот так Это все И было Собственно Горя Откроем Там Даже На месте Слушайте А вот Давайте Вытащим Картриджа Серия Я помню Был еще один случай С картриджем Отец Красил полы Я прихожу Говорю Пап Дай пожалуйста Картридж Который В присавке Торчит А у него Пальцы были В краске Но вытаскивает Картридж И остается Вот здесь Вот короче Такое Пятно Оранжевое И где-то Еще Как же Он взял И как-то Снизу Там чуть-чуть Второй палец Был чистенький И я отдаю И чувак Такой Закончился Вот 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 эта бумажка Смотрите Что было 99 год Картридж Сначала Был шиноби 3 Лучше бы он Оставался На самом деле Шиноби 3 Поиграть 70 рублей Стоил Потом Я не знаю Что это за Надпись Не помню Иксмен 1 Да не было Руди Иксмена 95 рублей Не помню Дюна 2 Была Потом 100 рублей Стоила Дюна 2 Да Уже Слушайте 0 Нет Это месяц 06 Это не год И потом Как раз таки Гаргулей Была Я не знаю Что они тут Написали 120 рублей Чек Левин Владимир Николаевич Республикасы Татарстан Короче В Саратове Была куплена Забавник Забавник Следующая игра Premail Rage Пуста Я не знаю Где-то есть картриджи Я вот не нашел Может быть Один отдельный сум К сожалению Было больше Конечно Картриджей Прикольный Очень Файтинг С какими-то Очень Туговыполнимыми Как-то сказать Приемами То есть Там Серьезно Я не знаю Она Есть ли в маленькой Книжечке В этой Скорее всего Нет Игра Потому что Выходила позже Но Чтобы выполнить Там Фаталити Надо Очень Постараться Очень Постараться Не знаю Для чего Так Сделай Но Это был Пипец То есть Как Запомните В Мортал Комбате Какая-нибудь Бруталити Было легче Чем выполнить Фаталити Прямо Рейдж Так Судья Дредд Был 85 Потом Вектор Он был Что судья Дальше Вектор Прекрасные Просто Игры Потом По-моему На том же Что это Слушай Может Нет Третья часть Чего-то Третья часть Golden X Наверное Третья Да Golden X Третья Осталось 30 рублей Осталось 20 рублей То есть Это Когда ты Покупаешь По-моему Дешевле Игру Да То У тебя Записывают Эти Ну Деньги Которые Ты можешь Заказать То есть Если ты Купил За 90 рублей Да Игра Будет Стоить 70 рублей То тебе В счет Запишут 20 рублей И в следующий Раз Ты также Можешь За 90 рублей Купить Игру А если Соответственно Больше То ты Добавлял Все это Дальше Смотрим Adams Family Adams А как Покетмонстр Был на Это На Сеги Покетмонстр Не знаю И как раз Таки Примал Рейдж 125 Рублей Слушайте Я не знаю Какая ценовая Категория Как это Определялась То есть Ну Блин 85 рублей 125 То есть Наверное По дате Выход Потому что Насколько Я помню Примал Рейдж Это Одна Из Последних Полыгр И графически Классные Выполненные И Вообще Все В целом Прекрасное Диабл Против Талона Хорошая Игра А здесь 90 Я сомневаюсь Через видео 93 95 95 Наверное Год Наверное 95 Вот тут Ребят Будет Такая Небольшая Вставочка Я нашел Еще Картридж В другом Месте Еще Несколько Штук Давайте Начнем Прямо Вот Как он Лежит Бэтмен Возвращается По Фильму Смотрите Тут Фильм Тима Бертона Тэнни Дэвитт Мишель Пфайпер Или Забыл Как его зовут Бэтлджюс Еще играл Аааа Опять будет Играть Бэтмена Забыл 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 К сожалению Знаете Я всегда помнил Лицевую сторону Но вот Сзади Как все это Выглядел Не помнил Хотя В детстве Он рассматривал Вот Пингвин Стоит На утке Притом Знаете Сами Скриншоты Вот эти Сделанные Сыграния Такие Низкокачественные Что Пипец Вот Просто Я не знаю Может Было Отпечатать По нормальным Но Что же Мы хотим От Пирата Чек Вот Сомневаюсь Что там Бэтмен Лежит Потому что Бэтмена Я помню Кому-то Отдал И Бэтмена Там Наверное Не будет А что Там будет Лежать Урбан Страйк Вот Да Так и Есть Слушайте Урбан Страйк Я помню Как хотел Получить Картридж Очень Мне нравилась Игра Про вертолеты Урбан Страйк Сиквел Джангл Страйк Помню Не знаю Подклеенный Слушайте Изоленты Подклеенный Распадался Или может быть Неправильно Собранный Картридж Вот Знаете Проблемы Когда Стали меняться Без коробочек И Если раньше Что мог Затереть Допустим Урбан Страйк С коробочкой Да Все было Нормально То Потом Когда менялись Только Одними Картриджами Мы Имеем Вот Так Вот Результат Так Что У нас Дальше Парк Юрского Периода 90 Рублей 0 Копеек Пал Сега 16-митный Картридж For sale In Azix Пан Джопан Корея Ну Пиратка Как бы Что тут говорить Как обычно Это Пиратка Хотя Я помню Картридж Был Необычным То есть Он был С такими Рифленостями По краям Но Походу Картридж Тоже ушел Насколько Я помню Слушайте Слушайте А здесь Еще есть Книжечка Однако Давайте Книжечку Посмотрим Руководство Где было Все на английском Никогда Я не читал Но то Что коробочка С книжечкой Я этим Очень гордился Еще Старая Sega Показана Выбор Обучение Слушайте Ну В любом Случай Самого Картриджа К сожалению Нету Был он Обменен На что-то А тут Ну Эти две Книги Прямо Вот На Видно На Японском Что Ль Другая На Английском Музыке А здесь У нас Не буду Доставать Рассалмани Аркад Гейм Прекраснейшая Игра С очень Отвратительным Плинтом Который Здесь Нанесен Обклеенная Скотчем Великолепная Игра Великолепная Ничего Не имею Против Но Я бы Сейчас Хотел Конечно Чтобы В каждой Коробочке Режал Тот Картридж Который Ему Соответствует Вот Бэтмен Робин Первейший Картридж Я уже Говорил Что Он был Поменен Коробочка От него То есть Она была Вся Потерта Заклеена Вот как она Углядела Джокер И тогда Не особо Понимал Что здесь Написано Что здесь Есть Двулики Мистер Фрис И прочее Просто Играл И как бы Враги Клоуны Были Я даже Не знал Какой Джокер А здесь Она Собственно Горя Бэтмена Робин Лежит Все таки Все таки Это Коробка От нее Ну По моему Ее никто Не любил По моему Потому что Кому Не предлагали На обмен Всем Она не нравилась Но мне В принципе Она сейчас Заходит Я в принципе С удовольствием Могу пройти До уровня Где нужно Уже лететь Над крышами Потому что Все это Переходит Развязь Шмап Что мне Не нравилось Тазмани Одна из моих Любимых игр Чисто из-за Вот этого Персонажа Таза Любил Мультики Любил Все Что с этим Связано Тазмани Там Карта Джа Тоже Знаю Нету Потому что Ушел он Куда-то Так как Наигрался Наигрался Можно было Менять Мэйди Тайвань А что Лежит Лежит Здесь Буба Исти Слушайте Буба Исти Тикс Тоже Прекрасный Шиган На самом Деле Очень весел И классно Сделан Я советую Поиграть FIFA До этого Была FIFA Я не знаю Или я уже Показывал 2005 Наверное Потом Покажу Если Эта Вставка Будет Раньше 97 FIFA Я Почему-то Уверен Что Там Лежит FIFA Прямо Процентов 90 Что Там FIFA Лежит Но Не факт Тоже Классная Игра Достаточно Была Не особо Я был Любитель Футбола Но Тем не менее Мне казалось Игра Зачетной Да Слушайте FIFA Лежит И Опять Здесь По классике Бумажечка До этого Был Таз Escape From Mars Гадкая Я не знаю Это официально Нет Вторая часть Где Таза Похителен Планетями Выбирать С Марса Ужасная Игра На самом деле Вообще Просто В отличие От Прекраснейший Первый Ни в какой сравнении Она не идет Так Ну Это все Это была Вставочка С картриджами Вот Если еще будет Какая-то вставочка Я обязательно Вставлю Если что-то найду Так Ну Смотрите Смотрите Дальше Так Это То Что касается Картриджей Сейчас Перейдем К дискам FIFA 2005 Это Лучшая FIFA Которую я играл Лучшая Потому что Там была Одна фишка Когда ты пробиваешься К форотам Есть Способ Сделать Один финт И ты Сто процентов Выходишь На Можно сказать Такий Голевой удар Сто процентов То есть Когда ты ставишь Там Десять минут Игры Да Даже Матч заканчивался С отсчетом 10-12 В общем Я там Постоянно успевал И мне нравилось Это Я не любитель футбола Постоянно забивать голы Это было Круто Но диски Установ все На месте Будут Кроме Что я увидел Сейчас вам покажу Классно В общем Гра Не знаю Тогда Тогда Это было Крут Я не знаю Как сейчас Вроде бы Сейчас Составы меняются Может быть Раньше Так Но в 2007 Был переход На новый движок И вот Здесь Как раз Таки Революция Можно сказать И была Прежде чем Приобрести эту игру Внимательно Знакомься С минимальными Сценными требованиями Указано На задней стороне Обложки Которые Необходимы Для корректной Работы Игры То есть Windows 98 Mi XP2000 Давайте Чуть Я не снимаю Это График Из-за Мегабайт X9 Семи Семи 4 мегабайта Рекомендуется Совместим Процессор Минимум 1.5 А рекомендуем 2.5 На 512 Для игры Интернет Смотрите Требуется 56.6K Модем Минимум Выделенный Интернет Соединение Рекомендуется То есть Это как раз Таки Тот Модем Который Не получается Полностью Ну про Такие Пиратские Великолепные Вещи Я думаю Вы все Помните Да Вот Тигры Говори Фильмы Шрейки В поисках Немо Корпорация Монстр Братья Медведь И Какий Краски Ледниковый Период А По-моему По-моему Знаете Какая ситуация Была Короче В поисках Немо В 2003 Году Вот я Прям Точно Помню Выходила В пиратском Качестве То есть Снятая В кинотеатре А В том же Году По-моему Нет Это по-моему Даже Не помню В общем Суть какая Была Сначала Была Кассета Я помню Что купили Кассету И на Кассете Была Ну Полноценная Кассета То есть Там Графика Как сказать В общем Не пиратская Она была Но Дубляж Был наложен Отдельно Такой Глазовый Голос То есть Такое Чувство Что Где-то В Америке Собственно Прокат Прошел Там Она Вышла Ее Оттуда С пиратили Благополучно Записали На кассету И Короче Этот Продавали Уже А здесь Как раз Таки Когда у нас Шла Она в кинотеатрах Оттуда Списали На диск То есть Раньше Как Вот это Работает Раньше Ты Допустим Были люди Неприветливые Мы смотрели Сначала В пиратском Качестве Потом Выходил В хорошем Я же Сначала В хорошем Качестве А потом Здесь Смотрю Пиратское Блин Шикарно Было Шикарно Диск Я не знаю Он наверное Не живой Он сейчас Может быть Разлетится Я пробовал Открыть Конечно Но это По моему Как раз Таки Тот самый Диск Давайте Достанем Это По моему Он Он С трудом Воспроизводил Уже Кое Какие Эти Мультфильмы То есть Он был Царапан Был Лопнутый И лопался Он как раз Таки По одной Из причин Вот из-за Этого Потому что Неправильно Давили Вот сюда Вот Постоянно Надавлю Надавливали Открывали И он В итоге Поломался Бедняга Один из Свежайших Дисков А Сыстро Вообще Нихренет Наживка Для акулы Не очень Страшненький Но Трис Спартанс Пиратка Такси Четыре Не знаю Посмотрел Крутые времена Классный Фильм По моему Там еще Это снимается Кристиан Был Да Кристиан Был Снимается Чайпашкин Тогда еще Новый Вышел Но это 2007 Год Я уверен Погонь за счастьем Артур Минипут Реальные кабаны Мистер Бин Слушайте Я этот диск По моему Не покупал Мне кажется Или попал Очень-очень дешево Прямо перед отъездом Из Саратова Мне кажется На двух сторонах Да По моему Я Ну Вряд ли Может быть Брат покупал Потому что Я бы такой набор Фильмов Я бы не взял Наверное Ничего примечательного Классная штука Она тоньше Чем другие были И здесь Просто Великолепие Игр Великолепие Фэнтези РПГ Игр Вот зацените Короче Барт Стейл Где-то проходила На стриме Данч Сайдж 2 Тоже Нравится мне игра Сакрит Андерволт Вот как раз таки Наверное С этого Диска Может не с этого Я сыграл Фейбл Фейбл И Судеки Судеки Я очень долго Пытался Поиграть Нихрена Не понимал В чем В чем суть была Все это Прикол Там по-моему Граждан трех персонажей Один умеет лазить Другой мечом бить Вот Ну и само Судеки Мне с детства Что-то такое Анимешное Вот эти вот Девочки с большими глазами Мне особо нравились Поэтому Игралось Все это с трудом Данч Сайдж Фейбл Барт Стейл Судеки Ааа Ааа Ну я понял Я понял Заметьте Да Судеки То есть Ну вот Если вы забыли Как выглядит Судеки Да И там Геймплейчик Можешь прикреплять Буду туда Судеки И вот Сакрит Эндерволт Здесь выглядит Как по-моему Call of Duty Да Если я не ошибаюсь Может быть Мне даже за отвагу Судеки Классический Адвенчерс Элемент ролевой игры В прекрасно Прорисованной вселенной Хорошо созданной Бывая система Огонька в игру А особенность Систему Прокачивания Рассонажей В игре Мастер роликов Которые делают Ее похожие на фильм В котором вы Принимаете Поставить Ну похоже Слушайте Описание Может подойти А вот Сакрит Это Фир Само собой Завязка Вполне стандартно Надо спасать Фэнтезийную страну От козни Очередного Темного чародей Ну тоже Там чародеи Есть темные Конечно Чародей зовут Шадар Точнее Это часть его Прозвищной В языке Темных Эльк Означает Странник теней Он происходит Из знатного рода Одним из его предков Был король Моргос Короче Вы поняли Да Че это Ну я сомневаюсь Что здесь картинка Да будет С двух сторон Плюс она По-моему Она урезанная была То есть В каком-то Или роликов Не хватало По-моему Фэбли Че-то не хватало Вот это Подарок Уже был Здесь Короче Все думаю Все квейки Того времени Были собраны Само собой Что это Сразу мы Откроем Это не Лицух Хотел сказать Ой Дум В итоге Короче Запустился По-моему Дума Третьей Ресурекшн Эвил Когда пытался Я потом В прошлом Установить просто Дум Да Обычный Он ставился на английском И ставился каким-то там Трудом То есть там Например галочки Был убирать И нет Там надо было даже Знаете как Лезть Непосредственно В игру На диск И ставить Оттуда Сетапа Потому что Когда ты жмешь Установить Дум 3 Ставилось Вообще Все вот эти Возможно Там в модулях Можно было Поменять Я тогда В этом Не особо Разбирался И квейки Собственно говоря Все Кроме Четвертого Туда еще Не было В итоге Сыграл Его вторую Первую По-моему Не запустилась И вот Эти Все Я тоже Сыграл Арена Была классно Очень долго Играл Очень горял Кровавый ралли Я помню Очень хреново Сделанный Квейка Просто на тачках Очень хреново Сделал Они там Переворачивались Катались Как угодно Блин Бегущих Не помню Но по-моему Там просто Добавили картинки Типа Бегущего Бегущего Человека С Шварценеггера Крутые стволы Не особо Помню Солдат Тоже был ролик Типа Фильм Забыл Как его зовут Актерович Побег из Нью-Йорка Играл Играл Стражи Галактики 2 Курт Рассел Курт Рассел Курт Рассел По-моему Про него Вот о чем я говорил Ксенус Ксенус С этой стороны Называется Бойлпоинт Род Тухел С другой стороны Ксенус Точка Кипения А цена Ноль Короче Ну Справедливо Классная игра Помню Корешу Моим Очень нравилось Вот Я как-то Не ощутил Всей прелести Ну Вообще В целом Конечно Интересная задумка С открытым миром Игра Где чувак Там бегает Там наркобароны Прочие Перестрелки Модифицируются Стволы Несколько видов Пуль Был Я помню Там Зажигательные Какие-то Там Со смещенным Центром Тяжести То есть Там была Фигня Когда ты Стреляешь По-моему Человеку в голову Он за жопу Держится Или наоборот Короче Какая-то Фигня Была Кто-то Не рассказывал Вот 100 золотых игр Конечно Это полная Чушь и врань Потому что На готике По-моему То же самое Было написано У меня А с какого Время Она выходила Я не знаю Мне кажется На каждой Второй писали Золотая Ну Блин Даже Сейчас По-моему Какая-то проблема Поставить все патчи И поиграть Я не знаю В эту игру Какая-то странная Она блин До сих пор Так Тут у нас Все Закончилось А вот Вот Такая вещь Я не знаю Если кто-то видел Один из Таких Достаточно Просматриваемых Роликов Это как раз Такий Флешка на 256 Гигабайт Чушь Конечно Полная Не помню Истинный размер 8 По-моему Был Когда прогоняешь Через программу Показывает Что 8 Но так Она В кожаном чехле Здесь по-моему Еще что-то было Нет Я такой Накачиваюсь Фильмы Туда Приношу на работу Говорю Блин Смотреть целый день Целую ночь Фильмы В итоге Ни хрена не было Ну выглядит Согласитесь Классно Да Крылья отваги Блин Забавная Вещь Несколько Миссий Прошел По-моему Там как раз Таки в конце Ты то ли С Красным Бароном Бьешься Ну ли Выглядело Забавно Это было Что-то новое Так как я В самолетике Очень редко Играл Интересный диск Откуда Не помню Первый Тоже Не помню Откуда Диск С кем-то Менялся Остался Ну Один Это по мод На ил Штурмовик Что-ли Ну я не оценил Как бы Не любитель Я Подобных А весьма Этого Все Для мобиль Моторола Коллекции Игр Для моторолы Господи Оно Он уже Нафиг Не нужен Был Потому что Моторолы Были Которые Компу С каким-то Трудом С каким-то Чудом Подключались Вот Хорошая Игрань Не сыграл Штырлиц Три Вот Первый Второй Играл Третью Часть Не сыграл По-моему Она вышла Позже И была Намного Хуже Но В этих Играх По-моему Луки Не было Вообще То есть Ты в закрытой Комнате Находишь Рога Викингов Ходишь А потом Оказалось Что надо Была Одеть На себя Рога Викингов И Подойти К проводам Чтобы Через Рога Пошел Ток Это Гениально Я не знаю В это Надо Играть Игромания Ооо Какая По-моему Я поменял Обложку Она там Другая Была С той Страны Это WW И RAW Wrestling Это Вот Как она Выглядит Не Просто У меня Котин Потому Что Я Очень Фанатил От Кайна От Кейн Кейн Вообще Был Очень Крутой Здоровый Чувак Который С огнем Выходил Но Игра Говнище На самом Деле Их Очень Мало На ПК Было Сейчас Стали Выходить Но Раньше Под Подготовку Сдач Экзамен По-моему Это Ничего Не могу Сказать Далее Они Вот Это Как раз Одни Из Тех Дисков Которые Впервые Были С Компом По-моему Брат Где-то Ну Появился Комп И брат Купил У чувака Который По-моему 5 или 6 Дисков Отдавал По 10 Шурублей Поскольку Не помню Они Игра От Банжи И по-моему Это Как раз Таки Одна Из Нет По-моему Единственная Игра Которую В перерыве От Хала Они Сделали Тестики Тут Может Проходить Один Где-то Я был Такой Тестики Заполнял Какие Игры Компании Бук У вас Есть Но Это Блин Я Сомневаюсь Что Это Может Лицух Слушайте Один Раз Она Установилась Один Раз Прошел Несколько Раз Пытался Заново Когда-то Поставить Какая-то Ошибка Вылазила И на На этом Все Это Печаль На самом Деле Новая эпоха Жанра Реакшна Третьего лица Настоящий Шок Ну Вообще Если Сейчас Вспоминать То Достаточно Много Было Этих Всяких Тактических Приемов То есть Там Можно Было С разбега Человеку Шею Сломать Разгоняешься Хватаешь Ломаешь Шею Он Там Падает Встаешь Автоприцеливание Было Точно Помню Ну И Какая-то Конченая Там История Про Ее Прошлое И прочее Ну Не знаю На основе Аниме Классических Японских Комиксов Не знаю По-моему Реально Существующего Аниме Нет А может Есть Не знаю Он Есть Тони Падал Прошлогодний Снег Самый Лучший Мультик Вообще Который В мире Придумывай Великолепный Просто Игру По-моему Мне брат Подарил Есть Еще Вторая Часть На андроид Поиграть И вот Оно 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 Вот Оно Вот Оно На наше Ожидание Намотано Великолепно Просто Отдельно Можно Продиск Говорить Приходит Брат Говорит Я видел Готика Продается Готика Очень долго Ждали Так как Интернета Нету Дата Выхода Конкретного Посмотреть Как-то Было Трудно Вроде Писали В журнале Такого-то Числа Переносы Были Вот Выходит Готик Прихожу В магазин Покупаю Вот Опять 100 Золотых Игр То есть Вышел Ксенус В каком-то Там Году Блины И все Еще Сотки Не было Вот Не помню Почем Взял Но Первое Что я сделал Не пошел Домой Я пошел К брату Устанавливать У него Чтобы он Проникся Потому что Я всех Задолбал Этой Готик Я всем Ролики Показывал Пришел К нему Установил Вот У него Она тормозила С трудом Шла Но Запускалась Пути игрока В годик 3 Более не будут Так прозрачно Очевидно Как раньше Когда полученный В самом начале Сюжетный квест Залог до финала Предопределял Путь Игрока Я не помню Глаз Иднеса И чувак за Иднесу Уступает Что-то не этот Не припомню я Что пути Такие прозрачно Очевидные Там везде были Сюжетные игры Займут множествами Хитроспетений Интриг Ой Блин Читать не буду Мне нравятся Системные требования Мемиальные Pentium 4 1.5 512 Мегабайт 64 видеокарты Короче Вранье И И прочее Но Самое крутое Самое крутое Сейчас скажу Вот что Самое крутое Это просто Вот Вы видите В третьей части На диске Короче Принт Из первой части Когда ты по-моему Ага Он еще меч достал Слушайте По-моему Это Тот чувак Который он ведет В болотный лагерь На этот На вступление Русской английской версии Ну нахрен вы сюда Засунули английскую версию Чтобы вы понимали Да Вот в этой версии игры Нет музыки Абсолютно нет никакой Она вырезана Хренам Устанавливается игра Мега очень долго Вот И В общем И И по-моему Там вырезаны еще Какие-то моменты Чуть ли не Какие-то настройки Графики Вот Ну и вот Мы с Мордоргом Бежим В новый лагерь Вот Достойные Картинки Слушайте Лучшие игры В лучшей серии КСК Что еще здесь Сват 4 XCOM Ну так 100 игр В общем Здесь Понятие Такое Растяжимое 100 Это Это просто Напись Ой Диск Просто На золотую Слушайте Так вот У меня Она в итоге Не пошла Потому что Шейдеров 2.0 Не было Там Все что я мог Увидеть Это Подблески мечей То есть Там Мечо-маш Вот эти Белые лучи Они были видны Все остальное Черный экран Плюс И запускался Инвентарь И вот По-моему После этого Я купил Как раз Таки Другую Видеокарту Котика Блин Долго Не играл Хитман Хитман Подарок Брата Силента Сэшн К сожалению После Питера Она по-моему Зависает И короче Пройти нельзя Было Я потом Только Коды Нашел И прошел Следующий Очень крутая Игра Очень мне Это так Понравилась Бен Хитман Ну Понятное Дело Что я Первые Разы Я просто Расстреливал Всех Это тоже Было Достаточно Весело Вот Но потом Пытался Втихую Проходить И блин Надо заново Поиграть Тебя Ну там Питер Есть Посмотрите Чего бы Нет Дальше Хитман Навигатор Хитман Контракт Только полный Качественный Перевод Не особо Вообще Понравилась Игра Кроме Наверное Последнего Уровня Там Где Ты Просто Ставишься Миниган И Всех Этих Полицейских Расстреливших Это вот Лучшее Что Есть В игре Игромания Опять Манхант Еще Подарил Двоюродный Брат Не знаю О чем он Думал Конечно Мне тогда Было Сколько Мне тогда Было 14 Или 15 В общем Крышу Это может Снести Игра Неплохо Со всеми Пытками Ударами И прочее Но потом Прошел Неск раз И на Сложном Уровне Игра Вообще Классная Про Прятки В тени Про Удары Кошмарная Игра Кошмарная Оккультные Войны Блудрейн И Диана Джонс Империю Стомп И Ретон Докатливый Финштейн Оккультные Войны Блудрейн Где-то Был отдельный Диск Блудрейн Классная Игра Очень мне Понравилась Прям Такой Такой Слэшер Слэшер Блин Ну Возвращение Зава Классная Прекрасная Игра Прекрасный Шутанчик Ну И Диана Джонс Единственная На ПК Игра Которая Вообще Какая-то Достойная И в плане Графики И в плане Геймплея Вот так Диск Диск 1 Диск 2 Battlefield Вьетнам Ой Блин Вот это Вот тема Вот это Вот Когда В тебе Нет интернета Но ты Фигаришь В эту Сетевую Игру Днями Напролет Это Чего-то Стоит Одна Из Лицензионной Копи игры Да ладно Была у меня Такая проблема Был вирус Который съедал Какой-то Определенный Файл В этой Игре И Как раз Таки При установке Battlefield Этот файл Съедался В игре Не было музыки Она постоянно Вылетала Я пришел К другу Устанавливать Игру И такой Говорю Вот идет Установка Звука Выключай Говорю Смысла Не будет Он будет Бесконечно Установился Все прекрасно В итоге Я проверил Комп на вирус Оказалось Что вирус Действительно Есть И вот Этот файлик Он съедал Игра У меня Вылетала Но даже Несмотря на это Я очень долго В нее Играл Какашки Остались Запретная О Рандоу с незнакомкой Запретная Зона Не помню Какая часть Медал Хонор На прозрачном Диске Писать На двух Дисках По-моему Для тех Кто не знает Рандоу с незнакомкой Такая Видеоновелла Про то Те девочки Из бары Белой Милеты Раздеваются Все Думаю И знают Вот Вот Эта игра Тоже Долго Она до меня Доходила Несколько Остались Непонятно Как играть Потом Как начал Как сел Как начал Играть И это Шикарнейшая Игра Блин Где можно Собрать Свою партию Хоть из одних Магов Хоть из одних Воинов Хоть там Я не знаю Хоть братство Кольца Собирай И иди на Приключение Очень Классно Сделанная Игра Warcraft 5 в 1 А только Блин Я когда взял Этот диск Я такой Все Надо сваливать Ибо Там прям Расценки были Если 3 Допустим Игры на диске То она стоила Дороже Здесь 5 Я такой Беру Блин Офигеть 5 игр Я никто Не догадался А стоила Как Обычно В итоге Сыграл только В третью И Warcraft 2000 Потому что Вторая И первая По-моему Я не смог Запустить Или она Не пошли Тогда На экспишке Не помню Что было Но Очень шикарно Я тогда Блин Сыграл В этот От Fargus В Warcraft 3 И прям Так она Мне запала Такая классная Игра На самом деле Константин Я думаю Одна из лучших Игр по фильму В принципе Что-то Можно сделать Но Очень мне понравилось Очень Можно экзоцизм Можно творить Можно стреляться Классно Классно Очень классно Сделано Опять же Я тут смотрю Здесь На самом деле Не все диски Ну Вот про эти коробочки Мы не будем говорить Это я сам делал Чехлы Записывал Академия джедаев Есть Battlefront Есть Ex-машина Та-си-ш Четверка Агент Особое задание Т-72 Черная дыра Этой фильмы Пошли Игромании Пошли Моровин Тадон Обливина Resident Evil Откуда здесь Resident Evil Набор интересный Все что помещал То и писал Фар Край Дельта Форс Гарри Поттер 4 Постал Какие-то Схемы написаны И таких дисков Очень дофига House of Cd Просто все подряд Ведьмак даже есть Ведьмак А это фильм Фильмы пошли Фото на пиранье В общем Все что можно Я прям Собирал Пиратил В открытую Вот Копил Оставлял Диски Все это дело Себе Ну Собственно говоря С пиратку На пиратке Че тут Че бы не пиратить Сталкер Патч Даже 1.6 6 Ответный удар Наша Раша Заблеванный Зачеркнутый диск Дюна Крутой Сэм Гиш МК Панк Сноу Дэд Кс 1.6 Патч Моды На крутой Сэм По моду Даже Которую я делал Шейд Очень хотела В нее сыграть Сыграл И Пожалел Чувак попал В прошлое У него был пистолет У которого Кончались патроны На первых уровнях И все остальные уровни Ты ходишь с мечом По моему Все это так было Но еще он в демна превращался Батгейм О Батгейм Так вот На этом диске Можно остановиться Подробнее Батгейм Это короче Игры от Триады По моему Плохие игры Короче там набор Из всяких Порно-новелл Эротических игр И прочее Там всякие Вот эти Анимешные штучки Где там Заводишь отношения И прочее 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 Потом Что-то там забавное было По моему Эти Волейбол был Какой-то Ну диски Там с голыми девками И прочее Назвались Это Батгейм Чтобы не догадался Хотя кроме меня Диски-то никто И не трогал Ну и Вот эту Колбочку мы перебирать Не будем Тоже здесь какое-то Количество дисков есть Я не знаю Может даже чистые есть Хрен его знает В общем Вот такой вот Наборчик Да Если я что-то еще найду Я наверное Это врежу отдельно Уже Заканчивается Батарейка В общем Вот так вот Вот такое было детство Раньше Классный набор Блин Знаете Один из Один из тех людей Кто любит Вот это все оставлять То есть Как бы все это выкидывать Нельзя это все Память Это надо вот Отдельную ком туда Забивать Чтобы это До скончания Лежало Что ты заходил туда Вот так ложился На диске Такой Брал диск Такой Помню Круто Брал журнальчик Такой Ооо И это классно Блин Даже руки Грязные Настолько все пыльное Старое Все это дело Вот Но тем не менее Ценная А вот по-моему И она Да Вот Диск игроманий Как раз таки Который я с армии привез Я не знаю Где его нашел Вот Я короче Где-то Полгода Наверное Может быть Меньше Когда нас Расформировали Может быть Четыре месяца Я этот диск берег То есть Таскал с собой В форме Оставлял Где-то в тумбочке Вот Журналь нашел Диски были Диски нашел И я их довез Короче Это Забавная вещь То есть Как-то я удавился Их сохранить И довез Вот С петушком Здесь были Резидент Тейл 4 Медаль за того Килл свитч Килл свитч Неплохая Аферисты Запретное царство Legacy of Cain Samp GTA Samp Слушайте Зомби-мастер Братва и кольцо И Белый диск Вот на такие диски Все это писалось Обычно Потом Помню Был момент Когда хотели Принты на них наносить Типа были принтеры По-моему Куда загоняешь диск И можно было Принт Наделать Не знаю Правда это было Или нет Но вот Вот так Все это выглядит Не хватает Одного диска Называется Должен Лорд Не знаю Куда он делся Возможно Его уничтожили Чтоб я его Вообще не нашел Вот Но Собственно На этом все Вот Все Всю Всю эту коллекцию Все Все что было Ребятки Все что было Все вроде бы Показал Ой Паностальгирую Сейчас все Посижу Книжки какие-нибудь Почитаю Книг тоже здесь Хватает Давайте Одну из Старейших Покажу Вот прям Набор Уже чисто Странительный Осталось Дадыр Зачитная книга Называется Сказочная повесть Волково Типа Наш вариант Волшебник Страны Оз Волшебник Изумрудного Города 92 Год 608 Страниц И Где-то еще Пыл Восстанин колец То есть Надо все это Здесь сидеть Перебирать Очень долго Раньше Книги читать Любил В общем Ребятки Все На этом все Коллекцию Показал Все что мог Показал Все увидели Вот Надеюсь Все это Увидит Свет Я все это Смонтирую Когда Приеду С опыском Все Ребятки Всем пока До новых встреч